Приштом в Батуми части советуют съездить на рынки. Бони, центральный базар Батуми и рыбный рынок. Мы хотим туда съездить, показать их вам, какие там цены, что продают, ходят ли туда местные. Посмотрим сами и все расскажем. Мы приехали на базар Бони. Его координаты оставим в описании под этим видео. Уже на подходе к рынку стоят палатки с продуктами. Можно и тут брать. Цены везде одинаковые. Центральный рынок Батуми – это большой двухэтажный павильон. Перед ним парковка и несколько палаток на улице. Сейчас февраль, поэтому тут спокойно. Высокий сезон перед базаром Бони очень оживленно. Почти все товары на продуктовом рынке местные. Фрукты всегда только сезонные. У входа продают батумский кофе. Тут же работает обменник. Ставьте видео на паузу, чтобы рассмотреть цены. Они указаны в ларе. На входе уже разбегаются глаза. Грузинский мед, ароматные пряности, домашнее вино, овощи и фрукты, чай и кофе. Выбор огромный. Продавцы хорошо говорят на русском. Все с удовольствием расскажут, покажут, дадут попробовать. Ничего не навязывают. От души помогают и советуют. Мы сказали, что точно не знаем, какую хотим приправу, но ищем что-то местное и универсальное. Нам посоветовали сванскую соль. В палатках с пряностями обратите внимание на грузинский чай. Черный, зеленый и черничный. Очень душистые и вкусные. 100 грамм чая стоит около 2 лари. В мясном отделе все только самое свежее. Свинина, например, стоит 15 лари за филе, а с костями 12 за килограмм. Обязательно купите соленья и домашнюю аджику. Капуста 2 лари, помидоры 3, огурцы 4. Все просто фантастически вкусное. Целая курица на рынке Батуми стоит 8 лари за килограмм. Тут же могут бесплатно ее почистить и порезать. Килограмм свежего несоленого сулугуни стоит 15 лари, соленого 16, копченого 18. Разумеется, все можно попробовать. Местная колбаса стоит 10 лари за килограмм. Ветчина 15-16, бастурма 35. Купите орешки. Чищенные грецкие 20 лари за килограмм. Фундук 22. В скорлупе фундук 8, миндаль 10 лари. На базаре огромный выбор овощей и фруктов. Но цены точно такие же, как в городских фруктовых лавках. Чурчхела стоит 1-1,5 лари за штуку. Возьмете много – сделают скидку. Сувениров на базаре немного, зато стоят они дешевле, чем на набережной. Только посмотрите на это зеленое царство. А яркая редисочка стоит всего 2 лари за килограмм. Видите сушеную хурму? Очень полезная штука. Стоит 7 лари за килограмм. А в Сочи цена целебного сухофрукта уже перевалила за тысячу. Правда, продается хурма только зимой и весной. Вот это здесь малиновое вино, персиковый чача, малиновый чача, коньяк, коньяк. Коньяк два раза сезая. Есть 10 лет коньяк, есть свежий. Если ты знаешь, бочку положила, закрытая. Хочешь, возьми один литр, возьми, наливай здесь. Это хороший, 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 очень вкусный. Ему жареный ехать. Очень хороший. Вот это виноградный чача. Вот это персиковый, посмотри, какой онEP hier. Посмотри, посмотри. Все вкусные. Ш Haw separates. Очень вкусный. Очень вкусный. Смотри, какой вкусный. Попробуйте, девочка. Нет, не знаю. Почему нет? Есть мёд мандариновый, каштановый цвет, очень... Вот это одни штуки подарка, девочка. А не, не надо. Подарок возьми. Это вейхо, соседа. Вейхо варенье, знаешь, для щитовидку хорошей. И вот много есть. Настоящий натуральный, клянуш детям. Я сам делаю эти. Есть малиновый, есть инжир, есть инжир белый, инжир черный, есть кизила, орехи, грецкие орехи домашние. Попробуйте показать, проблема нет. А там про моряшки? Это грецкие орехи, да. Попробуйте, просто интересный, какой хороший сестра. Никогда не пробовали. Знаю. А, это не пробовали. Подожди на минутку, если ложку принесу, иди просто понюхайте. Вот, посмотрите, ребята. Домашнее варенье просто фантастическое. Обязательно купите пару баночек. Еще советую местные фрукты и овощи. Летом и осенью в Грузии их будет больше, чем зимой. Хороший клиент, сестра. Вот это попробуй. Ой, это прям там? Да, 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 да. Быстро, быстрее. Это йода много есть, это натуральный. Хорош? Там здесь, знаете, сезон. На базаре чувствуется, что Грузия недаром славится гостеприимством. Мы советуем побывать на рынке Бони, если вы хотите купить в Батуми много вкусного разом, а не только ради фруктов. Мы вернулись с рынка, сейчас покажем, что купили. В зале не так много, потому что очень часто там бываем, и в магазинах иногда можно найти то же самое. Вот, например, фрукты выгодно покупать и в обычных лавочках, и в супермаркетах, и на рынке. Поэтому мы взяли только мандарины, они там стоят 1 лари, можно брать вообще любые, не глядя хоть сколько. Они могут выглядеть не очень красиво, но всегда вкусные, и никто ничего плохого вам никогда не подсунет. Там все честно, все можно попробовать, и вот за это мы любим базар. После долгих дегустаций меда я, наконец-то, выбрала каштановый и взяла вот такую баночку, стоит 10 лари. Ароматный, очень вкусный, уже попробовала здорово. Мы обожаем батумский кофе, он очень вкусный, всегда получается густой, крепкий, насыщенный. Взяли вот такой пакетик, здесь грамм 100-150 может быть, стоит 1,5 лари. Можно также взять на развес, сразу при вас могут помолоть зерна, цена та же самая будет. Обязательно привезите из Грузии сванскую соль. Это универсальная приправа, она состоит из соли и сушеных трав, кориандр, чеснок, перец. Она не острая и ароматная, хорошо подойдет к мясу, к овощам. Стаканчик сванской соли на базаре стоит всего 50 тетри. В магазине 100-граммовая пачка стоит 1,5 лари, то есть выгоднее взять именно на рынке. Еще советуем купить приправу Уцхасунели. Это тоже грузинская приправа, она состоит всего из одного компонента. Не слишком ароматная. Выглядит вот так, желтенький порошочек. Она придает блюду ореховый такой нежный вкус. Этот пакетик мы покупали в супермаркете, поэтому на рынке брать не стали. Но вообще выгоднее взять на базаре, потому что тоже стаканчик обойдется в 50 тетри, то есть где-то 10 рублей. А вот такая вот пачка стоит в супермаркете 2 лари. Мы приехали на рыбный рынок Батуми. Он оказался меньше, чем мы ожидали, но рыбы очень много. Королевские креветки стоят по 3 лари за штуку. Улов свежий, кое-где товар даже хвостом бьет. Цены на рыбу за килограмм. Барабулька 10-15-20 лари, зависит от размера. Сарган 30, Сибас 22, Кефаль 10, Камбала 30, Осетрина 40, Форель 20, Морской лосось 25. Для вас на рынке могут почистить рыбу всего за 1 лари. Делают это быстро и профессионально. Рядом с рынком есть несколько ресторанов, в которых вашу рыбу можно сразу пожарить, тут же съесть или забрать с собой. Продавцы очень добрые и внимательные, обязательно все подскажут. Какую бы рыбу вы не выбрали, сколько бы вы не взяли, пожарить ее на сковороде будет стоить 3 лари, а на гриле 5. Тут же работают рыбные рестораны. Мы зашли посмотреть меню в одном из них. Цены не выше, чем на набережной. Форель, Кефаль по 15, Парабурка 25, Камбала 45, Дорадо 25, Мидии 25, Вареные мидии 25, креветки по 15. Если вы любите рыбу, обязательно съездите на рыбный рынок в Батуми. Выберите самую вкусную, отдохните в ресторане на берегу. Это просто замечательное место. Оставим его координаты под этим видео. Доехать сюда можно не только на такси, но и на городских маршрутках или автобусах. Мы ехали на десятке. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте, ответим на них в комментариях. Поддержите нас лайком и обязательно подпишитесь на канал, чтобы путешествовать вместе с нами.